Всем огромный-огромный привет! Вы на канале Таня Конна Ка. Начинаю такой вот небольшой вечерний влог. Хочу прочесть вам стихи Лермонтова. Почему Лермонтова? Сейчас вот по телевизору очень много различных передач, и все они на одну и ту же тему. Это коронавирус, это вот такая трагедия, это вот такое безумие, как жить дальше. Но я надеюсь, что у нас с вами все будет хорошо, потому что человечество всегда переживает какие-то трагедии. К сожалению, не бывает вот такого светлого периода, и чтобы наступил этот период на всей планете, во всем мире или в отдельно взятой стране. Но вот, к сожалению, эти катаклизмы встречаются всегда. Я еще помню, в институте нам рассказывали, что в эпоху до антибиотиков люди умирали. Затем, когда появились антибиотики, мы победили очень многие инфекции. Но бактериальную флору начала вытеснять вирусная инфекция. Если мы нашли средство борьбы с сифилисом, и сегодня это заболевание не опасно, когда-то от него умирали, погибали, и он наделял детей врожденной патологией. Сегодня это заболевание практически не опасно, благодаря антибиотикам. Но природу не обманешь, от чего-то нам надо умирать. Я, конечно, может быть, утрирую. Люди скажут, что это такое, зачем это так. Но, тем не менее, да. И как-то вот в выходной день я открываю интернет, почему-то захотела прочесть о Лермонтове. Вот о Лермонтове. И читаю, что когда Лермонтов поступил в университет, то первый семестр практически не учился, потому что университет был закрыт по причине холеры. И вот мой сын сейчас тоже возвращается домой. Он в Санкт-Петербурге учится. Сначала у них объявили карантин на две недели в учебном заведении. Ну, а теперь вот возможно, что до 1 мая, и поэтому он прилетает домой. Вот. Так что вот так. И вот почему Лермонтов. Лермонтов, во-первых, у Лермонтова есть такое замечательное произведение «Герой нашего времени» и «Фаталист». Почитайте. Если нам предначертано умереть вот от этого, мы от этого и умрем. Мы не разобьемся на самолете, мы не утонем в реке, а мы умрем от гриппа, от инфлюенции, от ротовируса. Всегда идут вспышки гриппа. Всегда. Может быть, это более опасная вот такая инфекция. Сложно сказать. Но умирали, умирали и умирали люди от пневмонии. Пневмонии бактериальные люди умирали от бактериальной пневмонии. Мы победили бактериальную флору, но победить вот вирусную флору пока... Всем огромный-огромный привет. Вы на канале Таня Онака. Хочу прочесть стихи Лермонтова. Сон. Этот сон Лермонтов увидел при жизни, и он сбылся. Пал дневный жар в долине Дагестана. Свинцом в груди лежал недвижим я. Глубокая еще дымилась рана. По капле кровь точилась моя. Лежал один я на песке долины. Уступы скалки снились и кругом. И солнце жгло их желтые вершины. И жгло меня. Но спал я мертвым сном. И снился мне сияющий огнями. Вечерний пир в родимой стороне. Меж юных жен, увенчанных цветами. Шел разговор веселый обо мне. Но в разговор веселый не вступая, Сидела там задумчива одна. И в грустный сон душа ее молодая. Бог знает, чем была погружена. И снилась ей долина Дагестана. Знакомый труп лежал в долине той. В его груди дымясь чернела рана. И кровь лилась, хладеющей струей. Умирать пока я не собираюсь. И вот купила себе летние босоножки. Очень люблю вот такие шлепочки. И когда вижу нечто подобное, Стараюсь всегда приобрести. Рассадка растет. Ну вот как тут бросишь все это дело? Фикусеночек дал двух деток. Рос одним стволиком. А тут вот смотрю, Начал плодиться и размножаться. Деточек мне дал. Фикусенок у меня пыльный. Протру обязательно, не ругайтесь. Кто знает, Эти босоножки тренд или антитренд? Жизнь продолжается. Надо питаться. Надо вращаться. Не болейте, дорогие друзья. Хорошо питайтесь. Если кто-то соблюдает пост, Продолжайте. Ну а если нет, То ешьте мясо. Пока. Пока. Пока.